Как известно, в последнее время для съемки местности во всем мире широко применяются беспилотные летательные аппараты, на которые устанавливаются малогабаритные лазерные сканеры. Данные, полученные с помощью таких систем, в большинстве случаев характеризуются весьма высоким уровнем шума. Ну, по крайней мере, в сравнении с более дорогими системами, скажем так, high-end уровня, применяемыми на пилотируемых носителях. В этом видео я продемонстрирую некоторые возможности модуля TRSCAN, позволяющие снижать шумность данных для повышения качества конечного продукта. Загружаю исходное облако точек. Это результат съемки малогабаритным сканером на базе BPL-A. Для визуальной оценки качества данных я строю вертикальные сечения шириной 30 см. Очевидно, что самую объективную картину мы увидим на открытых гладких поверхностях, в качестве которых могут выступать, например, дороги или кровли зданий. В данном случае самый простой способ решения задачи – это воспользоваться сценарием, встроенным в визард автоматической обработки беспилотных данных. Так как реальные данные с разных сканеров могут иметь разные характеристики, при необходимости в параметры алгоритмов, включенных в этот сценарий, нужно внести соответствующие изменения. Я выбираю опцию Create Drone Macro и оставляю включенным только пункт Smoothing and Remove Noise. Проверяю и при необходимости корректирую базовые настройки. Активирую классификацию изолированных точек с параметрами по умолчанию, сглаживание поверхностей и удаление точек шума. Так как цвет в моем облаке отсутствует, я не могу его использовать как дополнительный параметр, я выбираю опцию All Points. Также нужно при необходимости проверить и установить нужные классы для временных данных и для шума в соответствии с вашим классификатором. Нажимаю ОК и вижу автоматически созданный макрос. Нужно проверить шаги макроса и, если нужно, внести в него необходимые изменения. Открываю первую строчку. Это классификация изолированных точек. И вижу, что макрос построен с учетом того, что все исходные данные у меня находятся в классе 1. Default. На самом деле, мое исходное облако точек имеет класс 0. Non-classified. Поэтому в начало макроса я добавляю шаг переклассификации всех данных в класс Default. Проверяем другие параметры. Для пункта классификации изолированных точек я все оставляю по умолчанию. Далее следует пункт классификации точек, принадлежащих гладкой поверхности с допуском 5 см. Здесь я тоже ничего не меняю. Следующий шаг – это сглаживание данных. Я оставляю все параметры по умолчанию. Но вообще к параметрам сглаживания нужно отнестись особенно внимательно, чтобы не ухудшить данные, задав здесь слишком большое значение. Следующий шаг – это, собственно, классификация шума. Здесь я немного поменяю допуск с 25 до 30 см. Ну и последний шаг – это классификация всех исправленных данных обратно в класс Default. Для наглядности я буду запускать макрос пошагово. Классификация поверхностей. Сглаживание данных. Классификация шума. Ну и возврат обработанных данных в класс Default. Вот такой результат у меня получился. В данном случае розовые точки – это отражения, отфильтрованные как шум. Я их отключу. Сравним результат с исходным облаком точек. Копирую вид из окна 2 в окно 3. Ну и теперь мы, соответственно, можем видеть в верхнем окне, в окне 2, результат обработки. А в нижнем окне, в окне 3, наши исходные сырые данные. Для наглядности синхронизирую окна. И проверю результат в других местах, на других объектах. Таким образом, исходное шумное облако точек было улучшено, что должно повысить качество результатов при дальнейшей обработке данных. Спасибо за внимание. Всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо за внимание. Продолжение следует...